Музыка Кто такой сити-фермер и чем он занимается? О перспективном направлении в сельском хозяйстве ученики школы номер 345 теперь знают не понаслышке. О профессии будущего ребятам рассказали на открытом уроке технологии, педагоге колледжа малого бизнеса номер 4. Музыка От теории перешли к практике. Пятиклассники попробовали создать вертикальный сад. Так по-другому называется фитостена, для которой используются живые растения. И несмотря на то, что это школьный урок, к работе ученики отнеслись по-взрослому. Они старательно сажали традесканцию и хлорофитом специальные кармашки из войлока. При этом вместо земли использовали мох и керамзит. Для начала мы брали горшки, засыпали специальным мхом и дальше засыпали землей и сажали сам хлорофитом. Потом мы это поставили под обливатель, специальную емкость фитостенную, брали такие вот кармашки. Мне понравилось тем, что очень интересно и много узнал. Школьникам эти знания будут полезны при работе с растениями. Может быть это даже шаг в какую-то будущую профессию. Они могут ставить дома опыты. Это может считаться научной работой. То есть выращивание, следить, может они будут какими-то удобрениями пользоваться. Или контролировать полив. Могут фитолампы, это сейчас вообще очень современно, использовать различные альтернативные источники света. У них безграничный простор для деятельности. Уроки технологии нового формата проходят на площадках колледжа и столицы в рамках проекта «Юные мастера». Он стартовал в 2016 году. На занятиях школьники знакомятся с перспективными профессиями. Активными участниками таких уроков становятся и школьные учителя технологии. Для них это возможность перенять опыт коллег и превратить практическую часть школьного предмета технологии в профессиональный опыт. Для педагогов это определенный опыт научиться. Научиться новому, научиться другим формам взаимодействия. Ну и, конечно же, когда такие уроки проходят на площадках города, это очень полезно. Как мы тут уже заметили, это центр науки, в котором мы сегодня оказались. Я думаю, что ребята и учителя получили большое удовольствие. Информацию об открытых уроках для педагогов и школьников можно найти на сайте spomosmethod.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова